Сегодня у нас семинар оказания первой помощи без аптечки, так что будем учиться работать только своими руками. Что самое худшее может случиться при оказании первой помощи? При порезе может быть, если вы неправильно оказали первую помощь, заражение крона. Давайте шире смотреть на вещи. Вот мы оказываем кому-то первую помощь. Что самое плохое может случиться? Не может быть второй помощи. Какой помощи? Второй. Что может быть хуже, думайте? Мы можем убить вместе с ней. Точно. И, к сожалению, оно случается. Как? Вот приведите примеры. Например, ты пытаешься спасти утопающего, и пока ты его спасаешь, у тебя анимеет нога, и вы утонете вместе. Точно. Классическая ситуация. Человек попал под машину, кинулись через три полосы МКАДа, встретились с ним там. Что мы должны сделать, чтобы не умереть вместе с ним? Будьте осторожны, соблюдать правила определенного. Не совершить его ошибок. Вот в первую очередь, если мы туда кинемся, у нас большой шанс присоединиться к нему. Осознать. Осознать ситуацию нужно. Да, поэтому, когда что-то случается, даем себе команду стоп и останавливаемся. И думаем. И думаем. Ой. Ну и сюда. Ой. Что это такое? Ой. Что это так? Ладно. Напомню, как зовут? Петр. Петр. Петр очень дорогой для вас человек. Хороший друг. Да. Всегда у него списываете. Если с ним что-то случится, что сделаете? Зашли, увидели, он там лежит. Остановиться. Останавливаемся. Даем себе команду стоп и останавливаемся. Подъем и тренируемся. Отворачиваемся. И на месте топаем. Просто топаем. И сзади что-то произошло. Оглядываемся. Петр лежит. Что вы должны были сделать? Стоп. Так. И будем это учиться делать, пока не получится. Топаем на месте. Сзади что-то происходит. Оглядываемся. Стоп. Стоп. Молодцы. А теперь немножко усложним ситуацию. Сознаем ситуацию. Раз. Два. Вы прошли наш курс. И знаете, что нужно делать. Три. Четыре. Дети. Ну, восьми лет. Представляете, что он по восемь лет. Если с Петром что-то случится, какая ваша реакция будет? Мы поверим. Правильно. Это ваши старшие, ну, брат, сестра. Ваша задача остановиться, дать команду себе и сохранить жизнь своим младшим братьям и сестрам. Все вместе отворачиваемся. Топаем, топаем, топаем. Стоп. Задача справилась, задача не справилась. Как нам проще справиться с задачей? Точно? Прямо руками останавливаем. Еще раз в тех же ролях. Младшие, младшие. Вы уже опытные, все знаете. Отворачиваемся. Топаем на месте. Что-то случается. Стоп. Цель того, что мы остановились, осмотрелись. Мы ищем опасность. Что может произойти с нами? Если мы видим, что здесь нам опасно. Ну, например, остановились, осмотрелись. Смотрим, мы на лужайке со змеями. На каждом квадратном метре по 4 гадюки ползают. Что делаем? А мы в тапках и в шортах. И можно найти какую-то палку. Или наоборот взять как раз-таки тапки и постучать по земле. И отпугнуть их. Они боятся вибраций. И они же сползутся. А если не расползлись? Перебежать. Отходим на безопасное расстояние. Вызываем специалистов. В идеале, действительно, мы опасность устраняем. Если мы можем их отогнать, мы их отгоняем. Если у нас это не получается, отходим. Ну, в случае с гадюками-то его можно спасти, как бы, он не двигается, на него гадюки не прыгнут. Адреналина нет. Ну, что если там, например, какая-то аварийная ситуация? А давай другую аварийную ситуацию. Мы идем по лесу, видим просеку. Лэп. Все провода по тропинке. Ну, и на тропинке там где-то впереди лежат чьи-то ноги. Что делаем? Смотрим, чьи это ноги? Что делаем в первую очередь? Основываемся. Стоп. Осмотрелись. Видим провод. Спускается с кусты. Там чьи-то ноги. Наши действия. Осторожно. Подойти. Мы можем устранить опасность? Нет, мы не можем. Не можем. Не можем. Что мы можем сделать в этой ситуации? Позвонить. Позвонить можем. Но прежде чем позвонить, важную вещь мы должны сделать. Отойти. Точно. Отойти на безопасное расстояние. Оттуда. Видим поезд. Приближается. У нас едет минута. У нас есть три варианта. Отойти на безопасное расстояние. Вызвать специалистов. Устранить опасность. Либо элакуировать пострадавцев. Что вы делали сделать? Элакуировать. Самый лучший вариант. Элакуировать пострадавцев. Элакуировать опасность. Да. Самый лучший вариант. Устранить опасность. Если не можем устранить опасность, следующее нашел. Позвать специалистов. А если мы можем эвакуировать, тогда уже остаться здесь, покинуть запасное место и вызвать специалистов. На спину, головой сюда, ногой сюда. Руки расслабь, глаза закрой. Расслабься, ни на что не реагируй. Зашли в комнату, увидели этот человек. Первое действие. Остановились, осмотрелись. Дальше. Вроде ничего нет в каком-то, в каком-то висят картины. Нет ли опасности? Точно. Покричим, человек, что с тобой? Если он реагирует, можно займывать в сознании, он живой, он дышит. Если он не реагирует, что делаем? Проверяем. Нет ли опасности? Проверили опасности, более-менее нет. Что он может делать? Вот мы около двери, вот где-то там. Аккуратно подходим, смотря, нет ли опасности. Потому что там могла быть какая-то опасность, мы дверь не увидим, отсюда увидим. Там просто можно проверить сознание. Человек! Если он реагирует, он в сознании, он жив, он дышит, пульс у него здесь, все хорошо. Если он не реагирует, то у нас проблема. А с проблемами как лучше бороться? Совместно. Поэтому кричит, помогите человеку плохо. И при необходимости, ну как бы, необходимство уже есть, вызываем споры. Но самое простое, из чего он может умереть, лежа на спине, без сознания. Он может захлебнуть слюной. А еще он может умереть от запавшего языка. И чтобы устранить обе эти проблемы, мы его повернем на бок. Для этого руку в сторону, кисть сюда, и за два рычага повернули, притянули, голову положили. Таким образом, чтобы рот смотрел вниз. Спасибо. Вопросы? Если ты там какой-то там вообще глушил, а сейчас какой-то отстраненный от мира. На бок повернули, и после этого мы уже думаем, идем ли мы туда за связью, либо остаемся здесь, не знаю, в какой-то мукритином стере. В любом случае человек без сознания должен быть на боку. Ясно. Это полезная информация, я не знаю. Сейчас будем учиться делать препарат медленно, по шагам, по всяким звукам. Ближнюю к себе руку отводим в сторону, на 90 градусов в сторону. Дальнюю ногу сгибаем в колени и держим. Держим одной рукой дальнюю ногу, второй рукой в дальнюю руку кладем на ближний покой кисти. За два рычага колено и локоть. Поворачиваем на 90 градусов и держим на весу. Локоть вот этот. Не знаю. Держим на весу пока. На весу. Колено притягиваем к животу. Это упор, чтобы он не завалился на живот. Голову поворачиваем дальше, чтобы она была чуть-чуть запрокинута назад, но смотрела вниз. Смотрел вниз. Сейчас я буду рассказывать и показывать, что делать в том случае, если мы увидели человека лежащим без сознания. Подходите к нам ближе, 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 ближе. И вполне ребенок может справиться. Может справиться, да, даже ребенок с тяжелым взрослым. Отлично, Алиса. Мы идем, идем, видим, человек лежит без сознания. Что мы первую очередь делаем? Проверить нет ли кого-нибудь вокруг, что может угрожать нашей безопасности? Совершенно верно. Прежде чем подойти и оказывать любые действия, какую-то помощь, мы проверяем, что нам, как спасателям, абсолютно ничего не угрожает. Хороший спасатель, живой спасатель. У человека, который находится без сознания, расслабляются все мышцы, в том числе мышцы лица, в том числе язык, все ткани на лице, на челюсти. А вот здесь есть такая наглядная демонстрация. Вот это у нас дыхательные пути, вот это у нас язык белым обозначен. Если человек без сознания и лежит на спине, что происходит? Все вот это расслабляется и блокирует дыхательные пути. Человек, лежащий на спине без сознания, может задохнуться сам по себе, даже если больше ничего ему другого не угрожает. Мы немножко переразгибаем голову и поддерживаем челюсть. Вы видите, язык после этого отходит, и дыхательные пути освобождаются. У человека есть возможность дышать, и мы проверяем, дышит он или нет. Как мы это делаем? Мы ухом, щекой максимально близко к рту к носу подносим, и в течение 10 секунд мы должны услышать, либо почувствовать движение воздуха, либо еще смотрим на грудную клетку, увидеть движение грудной клетки. В течение 10 секунд мы должны почувствовать как минимум два вдоха. Но как только мы убрали руки, снова язык западает, снова ему угрожает опасность, он может перестать дышать. Поэтому нам надо его повернуть в положение, в котором ему уже эта опасность угрожать не будет. Это на бок. Как мы это делаем? Одну руку мы отодвигаем в сторону, вторую руку мы тыльной стороной ладони кладем к щеке и придерживаем. Так, эту руку в сторону, правильно, по 90 градусов, все верно. И мы за колено, как за рычаг. Это позволит нам перевернуть даже очень тяжелого человека и внимание к голове. Так, ногу по 90 градусов выпрямляем. Ага, хорошо. Есть дыхание? Да. Отлично, дальше что мы делаем? Звоним скоро по каким номерам? 112 и 103. 112 и 103, все. Поздравляю, вы спасли жизнь.